Здравствуйте, господа! Это программа Револьвер на Финал МФМ. Никита Кричевский, вашему вниманию. Мораторий на новости, мораторий на движуху в экономике России закончился. В понедельник приносит все новое и новое. Крайне интересные вести. Пока же давайте коротенечко остановимся на том, что было на прошедшей неделе. И прежде всего давайте скажем огромное спасибо всем, кто организовал Олимпиаду, всем, кто на ней выступал, всем, кто болел за наших. Мы заняли первое место. Мы сделали это, и мы молодцы. Три недели назад я говорил вам о том, что сейчас самое главное для нас, самое главное для России, это без помарок провести зимнюю Олимпиаду в Сочи. И мы ее провели, причем провели по всеобщему признанию на высочайшем уровне. И это, безусловно, следует отнести в актив, который будет работать на нашу страну десятилетия. Мы молодцы. Я вас всех с этим поздравляю. Об Украине чуть позже, а пока давайте подрежем хвостики, которыми мы наслаждались в предыдущей неделе. Две недели подряд мы с вами говорили о девальвации, мы говорили о неблаговидной роли Центрального банка. В том, что происходило, я вам приводил массу аргументов, которые позволяли нам утверждать никаких экономических факторов для того, чтобы осуществлять ослабление рубля в России. В январе, в середине февраля в наличии не было. Ну, если в январе они были, и это были, конечно же, в первую очередь макроэкономические факторы, связанные с ограничением, с уменьшением КУИ-3 в Соединенных Штатах Америки, с не очень хорошей статистикой из Китая, с ослаблением валют некоторых развивающихся быстро растущих экономик, таких как Турция, Таиланд, Индонезия, Южная Корея, далее везде, то к концу января все эти факторы были нивелированы. И даже помните то высказывание госпожины Биулиной, которое она произнесла в эфире Первого канала, что это не рубль слабеет, это доллар укрепляется. Так вот, даже доллар начал слабеть, прежде всего, по отношению к евро. Если январь мы встречали с обменным курсом по отношению к евро 1.35, то уже в феврале, уже в середине февраля он вплотную подошел и превысил 1.37, и сейчас он вблизи более сопутствующей всем последним месяцем отметки 1.38. То есть даже доллар этот не укрепляется. Что же осталось? Я выдвигал версию от участия ЦБ о молчаливом, формальном, неформальном, явном, скрытом, латентном потворствовании внутрироссийским спекулянтам. Никаких контраргументов за все прошедшее время мы с вами не услышали, а услышали высказывание господина Силуанова. Для тех, кто не в курсе, это министр финансов Российской Федерации. Он заявил на прошлой неделе, я цитирую паре о новости, то, что у нас произошло в начале этого года с динамикой курса рубля, связано в первую очередь с макроэкономическими параметрами России, а именно со снижением темпов экономического роста и некими ожиданиями хозяйствующих субъектов и населения на фоне ситуации в других странах с развивающимися экономиками. Наконец, еще один контраргумент уже не из моих уст, а из уст господина Силуанова по поводу внешних спекулянтов. Хочу сказать, что не было исхода из бумаг России у иностранных инвесторов. Конец цитаты. Возникает вопрос, в середине января, когда только-только Россия выходила из новогодних каникул, когда экономика только-только оживала, какие были темпы экономического роста и как можно было констатировать их снижение? Это вопрос, который безойдет, потому что ответа на него нет. В первую неделю, в первую полную неделю работы после новогодних праздников ни о какой констатации снижения темпов экономического роста речи быть не может. Это не более чем лапша на уши из уст министра финансов Российской Федерации. Это еще один способ завуалировать, залатать дырку в ширме, которая прикрывала то, что происходило на валютном рынке России на протяжении второй половины января. И практически всего февраля, что уж тут греха таять. Из личных впечатлений прошедшей недели довелось пообщаться с Центром ипотечного кредитования Банка ВТБ. Почему я упоминаю ВТБ? Потому что все последнее время, все последние месяцы я убеждал вас, убеждал своих читателей, убеждал зрителей в том, что сегодня нужно работать прежде всего с государственными банками. Почему? Потому что в кризис первое главное не заработать, а сохранить. И второе, госбанки дают надежность. Но это одна сторона медали, а именно депозитная сторона. А то, что касается кредитной стороны, так это несколько другая сторона. И, конечно же, сам Бог велел, если уж ты так ратуешь за работу с госбанками, почему бы тебе на собственном опыте не убедиться в том, что там все хорошо. Я убедился, я вам должен сказать, что реальность не только подтвердила мои намерения, мои предвкушения, но она их даже превзошла. Я вам должен сказать, что даже в тех случаях, когда ипотека осуществляется в рублях, по курсу, кстати говоря, стандартный курс сегодня ВТБ-24, 1,75 годовых, это при условии, что у вас есть декларация. И отдельно страховка. Так вот, если продавец желает получить деньги в валюте, то он конвертирует ваш рублевый ипотечный кредит по льготному курсу. По льготному курсу, который, в принципе, отличается от курса ЦБ. Ну, давайте я за весь ВТБ говорить не буду, но плюс-минус копеек на 10 всего. То есть, еще раз повторюсь, что мои призывы обратить внимание и более пристально и более плотно работать с государственными банками подтверждаются даже на личном опыте. В конце концов, это будет несколько неправильно, я бы даже сказал лицемерно, если вы с одной стороны говорите, ну, работайте с государственными банками, а с другой стороны, к примеру, к примеру, к примеру, работайте с банками коммерческими или преимущественно с банками коммерческими. И здесь мне крайне не хочется быть похожим на наших многочисленных балаболов, которые призывают вас хранить деньги в той валюте, в которой вы их тратите. Господа хорошие, мы тратим деньги в рублях, мы живем в России. Но мы спрашиваем, в чем хранить сбережения, а не в чем их тратить. Вы же наверняка храните в долларах и в еврах, а нас призывайте хранить исключительно в рублях. Ну, в крайнем случае, чуть-чуть в иностранные валюты. Ребята, это лицемерие, если не сказать откровенно, вранье. Наконец, Украина, наконец, Украина. И вот здесь мне очень интересна полемика, риторика последних дней. Я не имею в виду политику и прошу вас учесть, что по понедельникам программа «Револьвер» с моим участием посвящена исключительно экономике. Так вот, смотрите, какая история. Практически все, если речь заходит об экономике, почему-то говорят о том, что украинская казна пустая, что на Украине со дня на день будет дефолт, что зарплаты и пенсии платить нечем, что американцы предлагают вроде бы как поговорить с МВФ о кредите в 35 миллиардов долларов, а ЕС не против выдать 20 миллиардов. Иными словами, взять-то они возьмут, а чем они будут отдавать? Ведь там же ни активов, ни производства, ни экономики, ничего. Как будто, вы посмотрите, у нас внутри проблем-то нет никаких, как будто мы внутри нашей страны абсолютно все решили. При этом никто, обратите внимание, никто, ни один так называемый аналитик, так называемый эксперт не задался вопросом. Господа хорошие, ведь то, что произошло на Украине, совершенно очевидно срикошетит на Россию. Это же очевидно. Эта страна, если говорить о Москве, расположена в менее чем в тысячи километрах. Это режим, я имею в виду режим господина Януковича, который явно и неявно поддерживался нынешней российской властью. Это, в конце концов, люди, и это, главное, значительная часть из которых русские. Это не Венесуэла, это не Таиланд, это не другие точки на карте мира, где сегодня неспокойно. Это то, что у нас под боком. Конечно же, понятно, что это будет иметь последствия для России. Причем последствия, что для власти, что для нас с вами, что для экономики. Мягко скажем, не самые хорошие. И если мы утвердимся в наших предположениях, если мы согласимся с тем, что да, Олимпиада кончилась, да, на Украине случилась конституционная катастрофа, да, коррупционный режим господина Януковича не просто пал, а рассыпался. И рассыпался он на наших глазах буквально в эти выходные. Это же понятно, что какими-то будут следствия, какими-то будут выводы, какими-то будут действия властей в России. Вот какими? Об этом никто не говорит. Вопрос почему? И что можно сделать, чтобы купировать, чтобы нейтрализовать, минимизировать негативные последствия, которые совершенно очевидно должны произойти на нашей земле? Ведь смотрите, что происходит. С одной стороны, мы говорим, правильно, в общем, правильно, потому что коррупционеры эти уже надоели. Надоели. Вот то, что произошло на Украине, хорошо бы произошло и у нас. Потому что это уже невозможно. Потому что они задыхались, мы пока еще чуть-чуть дышим. Но это чуть-чуть неизвестно, сколько будет продолжаться. Потому что ни для кого не секрет, что эти люди купаются в роскоши на уровне. На каком уровне? Они гораздо выше по уровню того же Януковича или того же Пшенки, генерального прокурора Украины, фотографии с загородной виллы, которого вы видели в интернете. Это люди, которые практически не стесняются того, что они погрязли в коррупции. Это люди, в конце концов, которым публично указали на то, что они замешаны в коррупционных скандалах, а они до сих пор на свободе. Больше того, они либо попали под амнистию, либо были переквалифицированы статус свидетелей. Иными словами, здесь понятно, что что-то нужно делать в этой ситуации. Но это с одной стороны. А с другой стороны, вот такой Майдан, который случился в Киеве, нам здесь в России, нам здесь в Москве не нужен. Не нужен. Подождите, это же опять двуличная позиция. С одной стороны, основной движущий мотив, который случился на Украине, ну, по крайней мере, один из основных, это недовольство тем коррупционным режимом, который случился на Украине. А с другой стороны, посмотрите, какая история здесь. Вот таких потрясений в России мы не хотим. И это абсолютно правильно, мы не хотим. И власть это прекрасно понимает. Но до какого момента, до какого эпизода россияне будут это терпеть? В связи с этим вопрос, который я хотел бы адресовать вам, дорогие мои, и начать на него ответить до того, как вы будете звонить, что можно предпринять в качестве первоочередных мер для того, чтобы не допустить повторения я, конечно, могу сказать украинского сценария, но некое подобие ухудшения социальной атмосферы в России после украинских событий, что можно предпринять в качестве первоочередных мер. 65, 10, 99, 6. 65, 10, 99, 6. Что власть? Конечно же, власть, потому что государство во главе. Государство во главе. Что государство должно сделать сегодня и сейчас? Ну, скажем, завтра или в течение недели для того, чтобы минимизировать самую вероятность возникновения той истории, свидетелями которой мы были на прошлой неделе. Илья. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, по поводу Украины, я согласен с вами, что действительно коррупция и так далее, но все-таки давайте не забывать, что Янукович пришел к власти не силовым захватом, а путем достаточно, ну, погрешностью, но выборов, которые... Да, легитимно избранный президент. Так. Достаточно легитимный. Поэтому здесь вопрос в другом. То есть, на мой взгляд, как быть на Украине, что делать и почему, к сожалению, не могу ответить. Это слишком для меня сложный вопрос и однозначного решения нет. В любом случае, Илья, спасибо, что вы позвонили. Телефон работает, телефон работает. Вопрос прозвучал несколько иначе. Что нам в России делать? Нам украинские проблемы важны, но живем-то мы здесь. Мы живем здесь. И вы знаете, к сожалению, ну, вернее, к счастью, к счастью, к счастью, ваше прощение, оговорился, у нас такой сценарий невозможен по одной простой причине, что у нас все-таки выстроено за годы правления тандемом и одиночным господином Путиным, выстроено действительно достаточно жестко и вертикаль власти. У нас, в отличие, на мой взгляд, от украинского сценария жесткие возможные силовые методы, невзирая на то, что скажет Запад, кто прилетит. Понятно, понятно, понятно. У нас такого не будет даже, в принципе, даже намеков. Спасибо. Спасибо большое, Илья. Спасибо большое, Илья. Позиции Илья, обратите внимание, ничего делать не нужно, потому что у нас выстроена жесткая вертикаль. Власти жесткой вертикалью управления, которая не допустит повторения даже не украинского сценария, а ухудшения социальной обстановки вследствие все более серьезного, недовольства, например, коррупции, например, неэффективностью самой системы государственного управления. При этом давайте так, давайте отталкиваться не от константы нефтяных цен, которые мы имеем на конец февраля, начало марта, а от того, что ситуация в экономике меняется и меняется, пока что не в лучшую сторону, свидетельствуем, чему девальвация. Олег. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сам уроженец города Житомир, на Украине, но всю жизнь прожил в России, как у меня отец военный. И вот что необходимо сделать в России, чтобы не повторилось? Ну, бороться с теми предпосылками, которые возникли на Украине. Конкретно что? Ну, вследствие кризиса, всеобщее обнищание. Это понятно, мы это знаем. Что делать? Как что делать? Вертикаль власти на Украине была такая же жесткая, как и в России. Партия регионов, она везде все зажмала. Согласен, согласен. Но когда поступил жесткий приказ Янукович разогнать митинг, ни одна воинская часть не смогла сделать ни шагу, так как все население блокировало все эти части... Олег, стоп! Спасибо вам за звонок, спасибо. Спасибо за звонок, господа. Но мы говорим не об Украине, мы говорим о России, мы говорим о том, что есть, как в школьной задачке, помните? Дано. Ситуация на Украине. Причем мы знаем, чем она закончилась. Ну, на промежуточном этапе она закончилась фактически бегством предателя господина Януковича. Предателя Конституции, предателя национальных интересов. Мы говорим о том, что люди в значительной степени вышли на улицы, причем и на востоке, и на западе, и на западе, и на востоке, и даже в Крыму, недовольные той системой власти, той коррупционной системой власти, которая сложилась после воцарения на президентском посту господина Януковича. Это дано! Но вопрос, что можно сделать для того, чтобы не случилось подобного нагнетания социальной обстановки в нашей стране, не в Украине. Мы говорим про Россию. Еще один момент. Если вы сейчас вновь будете говорить со мной в Украине, я буду переходить к следующему звонку. Галина. Вечер. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте. Я хочу сказать, что вот вы правильно анализируете эту обстановку. Но дело не в Украине, а дело в том, как это отрикошетится на нас. Да. И на нашу экономику. Вот в этом самое главное. И, кстати, это еще пока никем, ну, в общем, не проанализировано до конца. Но это в будущем. А что сделать? Да, господи, прежде всего сменить элиту. Как вы это себе представляете, Галина? Либеральный. Ну, двумя способами, конечно. Либо выборы. Но нужно идти осознанно, во-первых. А у нас большинство неосознанно ходит на выборы или вообще не ходит. Так? А второй способ, это, конечно, выступление, но не типа Майдана. У нас же мирные бывают, да? Просто побольше выходить и заявлять свои права. Галина, Галина, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Я задал предельно конкретный вопрос. В течение недели вы мне начинаете говорить о выступлениях. В течение недели что мы можем сделать? Вот в этой неделе прямо? Да. Ну, хотя бы остановить рост тарифов. Так. Тарифы, утвержденные с начала года. Ну, еще растут. Вон, я получила жировки. Это то, что было с начала года. Спасибо вам большое. Смотрите. Ну, смотрите. Спасибо. Галиночка, спасибо. Слушайте, звоните обязательно. Обязательно, я вас очень прошу. Быстрые социально-экономические реформы, контрреформы. Например, сфера обеспечения многодетных жильев. Почему бы не принять правительственную акту? Не мешает. Следующий момент. Отмена некоторых образовательных стандартов новоделов. Например, послабление, а то и вовсе, замораживание на, скажем, годик-другой стандарта ЕГЭ. Ну, не полностью, а, скажем, по отдельным предметам. Например, по литературе, по русскому. Почему нет? Еще одно предложение. Отправить на доработку, а по сути забыть о том, что у нас в этом году будут вводиться социальные нормы энергопотребления. Это вызовет, безусловно, и полное одобрение среди населения. Конечно. Конечно, тем более, что электроэнергии у нас с вами полно. У нас с вами избыточные мощности. У нас с вами перепроизводство электроэнергии. Если кто-то мне сейчас позвонит и скажет, профессор, мы покупаем электроэнергию из Финляндии, я вам скажу, что мы самое второе, хорошо, по добыче газодержавы в мире, часть природного газа для приграничных областей закупаем в Средней Азии. Потому что так удобно. Потому что так удобно. Но непреложный факт. У нас переизбыток производства электроэнергии. Это только часть того, что мы можем сделать, только часть того, что я вам предложу. Я не для этого здесь сижу, для того, чтобы разглагольствовать и выдавать вам все тайны. Михаил. День добрый. Здрасте. Алло. День добрый. Слушай, слушай. Мы очень стараюсь без чаток. Первооснова, она вот какая. В нормальных странах уже примерно 150-200 лет нет абсолютной власти. Нет монархии, нет абсолютной власти президента или кого-то. Власть распределена. Есть типа Северная Корея и Россия, где абсолютная власть. Был Царь, был Сталин, был Хрущев, был Брежнев, сейчас Владимир Владимирович. Власть абсолютная. Что сказал, то и будет принято. Вот действия за неделю, да, вот действия за неделю вы говорите. Очень просто. Первое, вот то, что за неделю. То есть после недели это все-таки власть должна быть не у одного человека. А за неделю всенародное известие о том, что возбуждены дела против главных казнокрадов. Кто, в общем-то, известны. Мы же говорим о коррупции, Михаил. Это главные казнокрады. Это друзья. Это друзья Владимира Владимировича. Да, да. Ну давайте на уровне региона. Если он это не сделает, то это кончится тем же, кто это приведет к королю. А вот у него сейчас страшный выбор. Или своих друзей возбуждать против них дела. Нет. Или ждать восстания. Не согласен. Не согласен, хотя путь верный. Совершенно необязательно идти по самому верху. Достаточно для начала наказать. Не то, чтобы наказать, а придать публично огласке преследованию, уголовное преследование сочинских коррупционеров. Или коррупционеров на уровне губернии. На уровне руководства территории. Ну подождите вы, дойдет очередь идти до тех. Ну давайте начнем с малого. Давайте идти поступательно. Еленой уходим на перерыв. Программа Револьвер на Финам ФМ. Никита Кричевская. Мы продолжаем нашу программу. Елена, Елена, простите нас ради бога. Перерыв живет своей жизнью. Он коварно, вероятно вторгнулся в наш с вами разговор. Извините еще раз. Нет, Елена ушла. Перезвоните, я вас очень прошу. Значит, смотрите, какая история. Галина нам говорит о том, что нам нужно бороться с либералами. Нам нужна новая идеология. Я полностью с ней согласен. Но ведь посмотрите, что. Галина дорогая. Посмотрите, те, кто придерживается той же позиции. На прошлой неделе господин Путин собирал наших академиков-экономистов. Они им представляли концепцию по выходу России из того состояния, в котором она сегодня пребывает. Что там интересно? А интересно там то, что, как всегда, каждый был ответственный за свой кусок. И я так понимаю, платили бы за эти куски постранично. При этом далеко не очевидными были те рекомендации. И я бы, если бы был бы там свидетелем, скажем так, одним из застрельщиков той истории, того совещания, того огромнейшего доклада, который, конечно, будет пользоваться огромным в кавычках внимания администрации президента. Я бы после того, как президент Путин на какой-то минуте обсуждения встал и сказал, ну вы пока этот вопрос пообсуждайте, без меня и ушел. Вот я бы после этого, я бы тоже встал и сказал, Владимир Владимирович, вы, конечно, нас извините, мы, видимо, куда-то не туда убежали. Я к чему? Я к тому, что либералов мы выгоним, да и либералов-то, собственно, нет. А кто придет в место, нет. Те товарищи, которые писали иногда даже бред в том докладе, который они положили на стол президента, нет уж, спасибо. По-хорошему, надо гнать и их, и гнать к чертовой матери. Потому что это люди, которым, в лучшем случае, около 70, а, как правило, далеко за 70, плюс-минус 80. Это люди, которые выросли в советской экономике, которые не знали, как она работает. Это люди, которые не знакомы с основными и новейшими достижениями мировой экономической теории, но, как правило, конечно, уже не знакомы. Это люди, которые не понимают, что наша страна, эта страна консервативная, эта страна традиционалистская, эта страна, исповедующая патернализм, то есть массированное присутствие государства в экономике. С этих позиций, с этих доминантов, с этого базиса нужно стартовать, если ты идешь к президенту, а не рассказывать ему о том, как вредна или как полезна приватизация в России. Еще один момент по поводу коррупции, правильно, конечно же, коррупции. Но смотрите, ведь в Украине вопрос-то во многом стоял вокруг неблаговидных действий именно региональных властей. Именно к региональным властям были основные претензии, они потом вылились на Майдан. Но эти претензии были и на Западе, и на Востоке. И они потом трансформировались уже в конкретных исполнителей, как, например, того самого несчастного руководителя одной из таможен на Западе страны, которого привязали скотчем к позорному столбу. Ну ведь прежде всего разговор шел о региональщиках. Да, собственно, и в Крыму тоже люди говорят, уберите этого Днепропетровского, мы больше ничего не хотим у нас, все остальное нормально. Я не буду уходить в политику, не надо, не надо. Я хочу вас спросить, что нам-то делать для того, чтобы здесь не допустить вот этого расслоения, вот этого разброда, вот этой паранойи, можно даже сказать. Называйте это как хотите, я не врач, я могу ошибаться в диагнозе, чтобы, с одной стороны, не констатировать, что у нас ситуация в России, конечно же, отличается, но не намного в плане коррупции от украинской, а с другой стороны, при всем там недовольстве, говорить, что Майдан нам категорически здесь не нужен. То есть сейчас общество по большому счету в тупике. Тот путь, который был на Украине, мы не приемлем. Но, с другой стороны, проблема-то идентичная. И проблема не только с коррупцией, проблема с общей, мягко скажем, не очень хорошей социальной обстановкой в нашем обществе. Вот с этим что делать? Олег. Да, очень приятно, что до вас звонился. Вы знаете, я считаю, чтобы не повторился украинский сценарий в Москве, необходимо, чтобы Государственная Дума, а они это умеют делать, поверьте, когда захотят, в течение недели приняла пакет законов социально направленных, то есть, однозначное, к примеру, расселение абсолютно всех очередников, например, да? Куда? Ну, хотя бы вот такие вот законы, примерно. И заставила под угрозой уголовной ответственности выполнить эти законы всех тех, кто ответственен за их выполнение. А потом, через месяц, спросила бы о выполнении этих законов конкретно. Вот, что может, в принципе. Почему бы нет? Почему бы. Спасибо, Олег. Александр. Алло. Да, да. Здравствуйте, Александр. Да? Вы знаете, самое главное, сделать нужно несколько показательных процессов. Начать с Сердюкова, его подруги. Про коррупцию говорили. Дальше идите. Про коррупцию. Дальше. Все у нас беды от чиновников. Да. Продают, воруют, все. Говорили про коррупцию. Иногда, значит, нужно просто жестче принимать меры. Провинился каждый день, где-то кого-то поймали. И на этом все кончается. Опять про коррупцию. Надо опять посадить. Спасибо. Да, ну, мы же только что об этом говорили. Я только что вам сказал, ведь это же все с регионов, это же все с территории, с губерний. Оттуда, оттуда ноги растут. Ведь если на какой-то территории более-менее порядок, то там и обстановка-то социальная полегче. Тем не менее. 6, 5, 10, 99, 6, 6, 5, 10, 99, 6. Давайте коротенечко о мерах, которые могла бы предпринять российская власть для того, чтобы слегка улучшить непростую социальную погоду в России после украинских событий. Олег. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я считаю, что нужно... Вопрос стоит в четкой политике, то есть в идеологии. Говорили про идеологию. Говорили. Я вам сказал, что это процесс долгий и трудоемкий. Ее некому разрабатывать. Вы понимаете, дело в том, что сейчас пока все это держится на, может быть, на моем поколении. 30-40-летних и старших, которые еще выросли, имея какую-то идеологию. 40-летних. А вот те, которым сейчас по 20 лет, вы знаете, мне страшно то, что сейчас творится. То есть я вижу, что какая-то разница в 10 лет со мной, мне там чуть больше 30, да? И те, которым сейчас 20 лет, я не вижу у них того... Я не знаю, как это объяснить. Олег, спасибо, спасибо за звонок, спасибо, спасибо. Это действительно мировоззренческая проблема, это проблема нового поколения. И, собственно, так было всегда. Да, среднее поколение не понимало молодое, а старшее не понимало. Среднее, я вам должен сказать, что в свое время Айн Рэнд, это золотой соловей капитализма, сказала, что основная доля ответственности за происходящее в стране лежит на поколении 40-летних, на поколении тех, кому чуть более, чем за 40, а на поколении тех, кто мог бы сказать, но почему-то не говорит, почему-то молчит. Так вот, я принадлежу к поколению тех, кому сегодня уже за 40, но не сказать, чтобы очень за 40, но мы, тем не менее, глубоко убежден, что если выстраивать экономическую модель в стране, то она должна быть основана на государственной собственности, на собственности, на инфраструктуру, на факторы производства. Это прежде всего земля. Я уже не говорю о ресурсах, о сырьевых ресурсах, потому что эти ресурсы по конституции и так находятся в нашей собственности. Я говорю о том, что нам необходим, безусловно, рынок и рыночная цена образования в производстве, в производстве, распределении и потреблении. И я считаю, что нам крайне необходимо восстановление планирования в общественной сети, а именно в образовании, здравоохранении, науке, культуре, безусловно, правоохранительной деятельности. И вот так, чтобы мы с вами не сталкивались с ситуацией, когда ЧОПы за деньги выполняют. Точнее, не выполняют то, что бесплатно не выполняют доблестные полиции. Это отдельный долгий разговор, не об этом речь, не об этом речь, но это идеология, которую надо выстраивать и не за неделю, дорогой ты мой Олег. Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, все уже сказали. Нет, нет, не все. Было начинать с низового согласия, потом доверху доберется. Да. Экономический блок правительства. Да. Налоги. Да. Задушили. Демонополизация. Нет, налоги небольшие. Налоги небольшие. Налоги небольшие, вы зря. Не грешите, мы... Нет, нет, зарплатные налоги... Андрей, хорошо, 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 подвешиваем, стоп, 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 без двухголосия, подвешиваем этот вопрос. На следующей неделе я, что называется, на пальцах буду вам доказывать, что налоги в России от них не самые высокие даже в Европе. Что делать? Пускай они не самые высокие. Хорошо. Ну, хорошо, Андрей, Андрей, спасибо, спасибо, спасибо большое. В качестве только лишь одного подтверждения, вот так вот сходу. В Австрии совокупный социальный взнос, в Австрии 42,35%. У нас, с учетом несчастных случаев, 30,2%. 42,35% там, 30,2% здесь. Подоходный налог 13%, вам сказать, сколько он в Австрии. Налог на прибыль, кантон Женева, за 30, у нас 20. И вы говорите, что у нас налоги высокие. Нет, ребята, дело не в налогах. Вы говорите, мы все сказали, ну хорошо, хорошо, давайте посмотрим на Сочи. Вы говорите, вот мы то сделали, все сделали. Я вас спрашиваю, за неделю что конкретно сделать? Где ваш креатив? Почему бы на равнинной части сочинского кластера, вместо того, чтобы сидеть и думать, как вы там протолкнуете горную зону, волевым решением правительству не учредить, помимо спортивного, еще и оздоровительный комплекс, круглогодичный наподобие Орленка. Почему бы не сделать на олигархических площадях санатория, опять же, круглогодичный, да, с оплатой с бюджета. Но так, чтобы олигархи понимали, что это не коммерческий, а социальный проект. Бюджет будет оплачивать то, что там пребывают детки и неимущие, а также недееспособные. Но он это будет делать не год и не два, а лет так двадцать. Потому что это проект социальный, ребята. Вы и так сладко живете. Вы и так наворовали столько, что уже не знаете, куда миллиарды делать. А почему вы не сделаете это? Николай. Добрый день. Здрасте. Вернее, вернее же вечер. Ну, как бы, очень интересная беседа. Я бы сначала начал с того, чтобы потребовал от премьер-министра, от исполнительной власти, в полном счете, от тех программ, что выполнено, что не выполнено, какие финансы были страчены, какие, так сказать, финансовые, так сказать... Отчитаются, отчитаются, отчитаются. После этого, после этого поменять, так сказать, целый блок непрофессиональных министров. Там же ни одного профильного министра. Нет ни одного министра, который получил бы специальное образование. Но посмотрите, если, так сказать, атомно-энергетически... Госпожа Скворцова, министр здравоохранения... Рулит, рулит. Стоп, 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 не надо, перебивать не надо. Все, 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 все. Николай, не надо брать горло, когда вы звоните на радио. Я вам возразил, сказав, что госпожа Скворцова, врач, она министра здравоохранения. Господин Илюкаев, извините, ну как вы хотите, но он экономист по образованию. То, что он экономист Гайдаровского окраса, это отдельный разговор. Господин Силуанов. И так далее, это можно продолжать. Ну да, Кириенко, ну конечно, Кириенко. Ну давайте еще кого-нибудь вспомним. Ай, если бы все было так просто, если бы можно было призвать их к ответу за неделю, что бы это изменило в нашей жизни? Да ничего, да ничего, пришли бы другие, входили бы в курс еще по полгода. За это время бы ситуация в стране ухудшалась. Долгий разговор, разговор сложный, переносим его на следующую неделю, если к тому времени не проявятся и не появятся новые вести. Программа «Реболер» на Финам.ФН. Никита Кричевский. Услышимся через неделю.